Фразу «не ходи на красный свет» знают все, однако меньше аварий, особенно с участием детей, не становится. Это подтверждает пугающая статистика. Только за 9 месяцев этого года на новосибирских дорогах погибло уже 14 детей. Профилактических мер много, правила детям регулярно напоминают в школе, раздают специальные световозвращающие элементы, автовладельцев обязали ставить специальные кресла. Но судя по числу погибших, нужны дополнительные действия. Около 10% дорожных происшествий происходит с участием детей. В среднем это около 300 дорожных происшествий. По вине детей происходит порядка 40%. В основном это переход на месте. Если на одежде есть светоотражающие элементы, ребенка заметить проще, но даже это не помогает. Гарантированно аварии не будет лишь в том случае, если ребенок вообще не побежит через дорогу. Для этого нужно и родительское воспитание, и пример. Даже школьные классные часы вряд ли сыграют большую роль. Сегодня круглый стол мы проводим для родителей, дети, которые обучаются в школе. Разный возраст, естественно, разная психология у детей, возрастные психологические особенности. Тест на знание правил дорожного движения среди новосибирских школьников показал правила «дети знают, но на практике теряются». Причина, по убеждению экспертов, кроется в том, что на дороге они сосредоточиться не могут. В ушах наушники, в голове совсем другие мысли. Иллюзия безопасности на дороге создается родителям в те моменты, когда сам родитель ведет себя не до конца осознанно. Если мама перебегает дорогу и видит перед собой только цель, автобус, за которым она опаздывает, то автоматически она создает у ребенка бессознательную иллюзию, что так можно. Сохранить жизнь ребенку на дороге – задача каждого взрослого. И речь идет не столько о нравоучениях, сколько о личном примере и всяческом участии. Эксперты говорят, важно помнить, не существует чужих детей. И если вы увидите бегущего через дорогу, тем более на красный свет ребенка, остановите его. Екатерина Макаркина, Даниил Смирнов. Новосибирские новости.